Детская площадка в парке Зернова. Фок в Сарове, наказание за фейк-ньюс в интернете и налог на домашних животных. Эти и многие другие темы обсудили с депутатом Государственной Думы Денисом Москвиным, который стал гостем актуального интервью во время своего очередного визита в Саров. Денис Павлович, рады приветствовать вас в нашей студии. Начнем с общих вопросов. Год назад, где-то в феврале 2018, были назначены секретарием Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Прошел год. Все ли получилось? Каких достигли успехов? Какие планы на предстоящий год? Год был крайне насыщенный. Это год, который сопровождался серьезным электоральным циклом. В 2018 году наша партийная организация участвовала в обеспечении голосования наших членов, сторонников на выборах президента. Ключевой региональной темой стало выборы высшего должностного лица. Губернатор Нижегородской области. Напомню, что наше региональное отделение выдвинуло на эту должность Глеб Сергеевич Никитин, который с успехом и с очень серьезным результатом поддержки одержал победу на территории Нижегородской области. И, естественно, вся наша партийная структура, местное отделение нашей партии есть во всех без исключениях районов области и Нижнего Новгорода, во всех городах. Естественно, они были, что называется, на переднем краю, занимались организацией, избирательные компании обеспечивали встречи. Мы совместно с коллегами разрабатывали и принимали программу развития Нижегородской области, которая стала базовым документом и в рамках проведения избирательной кампании. Сейчас является, в общем-то, каркасным документом для правительства Нижегородской области. Еще был целый ряд довыборов в законительное собрание в городскую думу, выборов в муниципальных образованиях. Поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, это был большой электоральный год для нашего отделения, где убедительную победу одержали кандидаты, которых выдумывала партия. В самом отделении партии что-то изменилось в Нижегородской области? Да, помимо этой большой организационной электоральной работы, мы серьезным образом видоизменяем сутевые вещи и кадровую политику. Мы достаточно серьезно обновили состав руководителей на местах, мы серьезно обновили политсовет, президиум политического совета, все наши партийные органы. У нас, конечно, появились новые требования с точки зрения работы исполнительных комитетов, введены новые качественные критерии оценки нашего депутатского корпуса. Здесь хочу сказать, что, например, та практика, которую мы с июня месяца внедрили в Нижегородскую область, а именно рейтинг эффективности депутатов Государственного и Думы, законодательного собрания представительных органов на территории муниципалитетов, она была оценена и на уровне федерального центра. И в декабре месяц съезд одной из своих резолюций, федеральный съезд, закрепил эту практику обязательно на территории всей страны. Большое количество видоизменений с точки зрения реализации партийных проектов, у нас их было 14, в этом году стало 15. Добавился новый проект, который называется «Чистая страна», и только по этому проекту в 2019 году в бюджет Нижегородской области придет 4,5 миллиарда рублей. Согласитесь, цифры колоссальные, бюджет Сарова, например, 3 миллиарда, 3,5 миллиарда, но сопоставимая величина, это только один из 15 проектов. Конечно, это консолидированные позиции фракции в законодательном собрании, конечно, это работа депутатского корпуса в Государственной Думе. И все эти проекты, они абсолютно четко строятся на тех наказах, на тех задачах и заданиях, которые ставят всему нашему депутатскому корпусу, нашему избирателю. У нас большая армия экспертов, в этой связи трудится порядка 4 тысяч депутатов различного уровня, от Госдумы до районов и муниципалитетов. Все это лидеры общественного мнения и люди, которые в ежедневном режиме общаются со своими избирателями. И такой кумулятивный срез, такой, если угодно, народной социологии ложится в основу законодательных инициатив, проектных инициатив, которые реализуют фракции в ЗАГС собрании и фракции, естественно, в Государственной Думе. И именно по этим заданиям приходят деньги. Это и формирование комфортной городской среды, это и театр малых городов, это и безопасные дороги, это и экологическая повестка и так далее, и так далее. Всего их более 15. И вот мы систематизировали эту работу в исполкоме, создали аналог проектного офиса и теперь у каждого объекта, например, только по одной программе комфортной городской среды, их было более тысячи в 2018 году. С этого года у нас закреплен конкретный депутат, член нашей фракции, который несет персональную ответственность за реализацию того или иного инфраструктурного проекта. То есть, новаций очень много, как управленческих, так и смысловых, так и кадровых. И в этом смысле, конечно, я с уверенностью смотрю в будущее и уверен, что наша партийная организация способна решать любые задачи и справляться с любыми целями. Затронули партийные проекты, формирование комфортной городской среды. Я знаю, что вы побывали в парке Зернова у нас, оценили новую площадку, и вы знаете, что не все гладко у нас прошло со сдачей этой площадки. Вы присутствовали на начале строительства и вам обещали, что площадку к середине сентября сдадут. В итоге мы получили ее намного позже зимой, это первый минус, второй минус, ее делали по снегу, в холода. Это значит, что, скорее всего, площадку ждет капремонт по весне. Вот эту ситуацию прокомментируйте в двух словах. Действительно, по многим объектам сроки были смещены, не только по этой площадке. Причина здесь одна. Это неготовность со стороны заказчика, в данном случае это являлась администрация города Саров, вовремя и срок провести проектно-сметную документацию, подготовить необходимые документы, разыграть этот конкурс на общих основаниях, на основании 44-го федерального закона. Это требование. Эта практика и эта проблема учтена. В 2019 году уверен, что таких сбоев не будет. Мне кажется, что здесь принципиально важным является сам факт появления подобных общественных пространств, востребованных общественных пространств, которые видоизменяют ландшафты наших городов. Это очень важно. Мы, как партийная организация, будем следить за сроками и качеством этих работ, потому что это все государственные деньги. Мы несем персональную ответственность за реализацию тех или иных проектов на территории наших городов и муниципалитетов. Что касается сложности с эксплуатацией этой площадки, во-первых, она находится на гарантийном сроке обслуживания. В случае того, если будут какие-то замечания по теплому времени года с этой площадкой, конечно, она будет отремонтирована за счет подрядной организации. Этот вопрос уже решен. Пусть жители наши не волнуются о том, что эта площадка каким-то образом не будет соответствовать с тем требованиям, которые они предъявляются, и все будет хорошо. В целом, понравилась площадка? Да, мне очень понравилась. Мне кажется, интересный проект. На мой взгляд, замечательно, что такие объекты появляются. И вот это очень важно. Мы, к сожалению, очень долго не заботились о пространственном развитии наших городов, об общественных пространствах, о удобстве жизни. И, в принципе, это, наверное, один из самых главных приоритетов власти, потому что наша жизнь — это не только дом и работа, и работа и дом в ежедневном режиме. Это еще города, в которых мы живем, они должны быть современными, комфортными, удобными. И вот, повторюсь, на эти цели в Нижегородской области 1,2 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета в 2019 году. В прошлом году эта цифра оставляла 646 млн. Раз уж мы заговорили о городах и о городах комфортных для жителей, не могу не задать вопрос про наш ФОК, который мы ждем уже много-много лет. И вроде бы каждый год обещают, что вопрос сдвинулся с мертвой точки, но ФОКа как не было, так и нет. А нехватка спортивных площадей в Сарове ощущается. У нас, например, нет секции фигурного катания, потому что льда катастрофически не хватает. Что с ФОКом в Сарове? Вопрос непростой. Почему? Потому что существующее место и существующая проектно-сметная документация, которая есть, она значительно превосходит стоимость среднего ФОКа в Нижегородской области практически в два раза. В августе месяце, когда мы совершали вместе с Глебом Сергеевичем Никитиновым, тогда еще временно исполняющим обязанности губернатора, рабочую поездку, в Саров этот вопрос задавался и губернатору, и тогда губернатор поручил и профильным ведомствам, и министерствам в правительстве Нижегородской области эту работу возобновить. Мы вместе с коллегами из Сарова, естественно, эту работу возглавили, потому что владеем полной картиной и всей информацией на этот счет. И сейчас, ну, далеко забегать вперед не буду, мы находимся на пороге, в общем-то, принятия решения, и скажу об этом, наверное, уже со стопроцентной уверенностью в следующий свой приезд через месяц-полтора, но есть и основания полагать, что этот вопрос мы с мертвой точки сдвинем, и работа начнется в ближайшее время, и такой благожданный спортивный объект для Сарова, он появится. Повторюсь, что более аргументированно и подробно раскрою эту тему, когда все соответствующие решения будут приняты, потому что в них большое количество ведомств, организаций стянут. Поговорим о вашей деятельности в Государственной Думе. Эта Седьмая Дума отличается тем, что депутаты избирались не только по спискам, и мне кажется, это замечательно, вы как раз не депутат-списочник, и мы, как жители вашего округа, точно знаем, с кого спросить, не просто с партии, а с конкретного депутата, с конкретного человека Дениса Павловича Москвина. И мне кажется, это накладывает дополнительную ответственность на вас, как на человека, который дает обещания, потому что вам лично перед этими людьми отвечать. Вы чувствуете эту ответственность? В чем она проявляется? Я не только чувствую эту ответственность, я с этой ответственностью каждый день работаю и в Москве, и здесь. И, конечно, я и говорил в 2016 году, и не устаю это повторять, что решение руководства страны о том, что депутат должен представлять территорию, на федеральном уровне абсолютно правильно, она заканчивает вот эту политическую архитектуру, когда есть свой представитель на местном уровне, на областном, и, конечно, конкретный человек должен быть на федеральном. Потому что мы понимаем, что все те средства, которые из федерального бюджета идут, и отчасти из них мы с вами поговорили, это решение, которое принимается в Москве. Бюджет рассматривается в Государственной Думе, на охотном ряду, и, естественно, наша задача, как можно больше привести денежных средств и программ в регион. И с коллегами мы на протяжении уже двух лет, начало вот этой весенней сессии, которая у нас началась 9 января, она, собственно говоря, совпала с экватором работы. И в этом смысле, конечно, большое количество и средств, и федеральных программ в регион было направлено за эти два года. Ну, это первая мысль. Вторая мысль, это то, что, конечно, есть огромное количество вопросов инфраструктурных, не побоюсь этого слова, иногда и бытовых просто, которые необходимо решать и на уровне муниципалитетов, и на уровне регионов. В партнерстве с правительством Нижегородской области, иногда просто буквально в ручном режиме, собирая экстренные совещания либо на территории, либо в Нижегородском Кремле, привлекая территориальные органы федеральной исполнительной власти, мы чиним некоторые пробоины, которые возникают, и которые по тем или иным, иногда объективным причинам, местные власти решить не могут. Потому что, ну, не каждый мэр может встретиться с, быстро встретиться с профильным министром, замгубернатором. Я уж не говорю там о том, что если этот вопрос касается федерального центра, требуется немедленная реакция. Большое количество вопросов, связанных с надзорными ведомственными органами, иногда приходится серьезным образом вмешиваться в ту или иную ситуацию и писать соответствующие обращения в следственные комитеты, в прокуратуру. Это все часть работы, и примеров такой координации достаточно много. Это, например, и быстрое принятие решения в Сарове по аварийной школе, которая уже 1 сентября вновь примет учеников. Та же дорожная карта, которую мы сейчас реализуем по ФОКу, тоже понимая, что это крайняя востребованность. Это и деньги в рамках благоустройства, которые сюда приходят. Это и подключение тоже буквально в ручном режиме к запуску КПП и дороги Саров-Кременки, о которой очень многие жители говорят, и которые сейчас этапно закончили, но осталось еще доделать. Мы в 2020 году обязательно эту работу завершим, замкнув эту дорогу и выведя ее уже на трассу. Много достаточно вопросов, которые требуют координации федеральных структур, региональных структурах, местной власти, партийной нашей организации, нашего депутатского корпуса, ЗАГС, Собрания. И вот эта коммуникация, центром которой является депутат Государственной Думы и в нашем округе, и в четырех других округах, позволяет решать вопросы эффективно, с привлечением дополнительных сил и средств, но, что самое главное, оперативно. И позволяет вопросы, которые годами лежали, не решались по тем или иным причинам, выводить совершенно на другой уровень. Поэтому, отвечая на вопрос, я считаю эту систему состоявшейся, эффективной, потому что весь инструментарий у власти для решения проблем жителей есть. Еще особенность Седьмой Думы, это теперь депутаты не могут голосовать по доверенности, плюс появились региональные недели. Можно, наверное, сказать, что Госдума стала ближе к своим избирателям. И если Думу предыдущего созыва все, наверное, в курсе называли бешеным принтером, то сейчас прошло два с половиной года по новым правилам, экватор, как вы уже сказали. Какие-то выводы можно сделать? Изменился подход к законотворчеству в Новой Думе? Я не могу оценивать Думу предыдущего состава, шестую, государственную силу, то, что я в ней не работал. Я могу сказать о том, каким образом сейчас законотворческий проект, процесс происходит. Это, безусловно, очень серьезная погруженность в детали. Это проработка каждого законопроекта не только на уровне правительства или депутатского корпуса, но, что принципиально важно, на уровне экспертов. Второе, конечно, совершенно изменился тон работы с правительством. И если предыдущая Государственная Дума состояла, как вы справедливо заметили, из 100% людей, которых избрали по спискам, то теперь каждый депутат понимает, что он должен приехать в округ и доложить своим избирателям о том, что, собственно говоря, он сделал, какие деньги конкретно к ним, в село, в город, в область привел. И, конечно, это совершенно меняет тон при разговоре с правительством, которое вносит тот же самый бюджет. Бюджет страны стал значительным образом более регионально ориентированным. Это приятно. И этот тренд, он будет только возрастать, об этом говорил и президент в своем послании к федеральному собранию. И, конечно, это сейчас уже видно по работе Министерства и ведомств. Это второе. Третье, абсолютная доступность чиновников правительства Российской Федерации, министров, заместителей министров. Они абсолютно на прямом контакте с всеми членами фракции «Единой России» в Государственной Думе уж точно. И практически любой вопрос мы можем молниеносно обсудить и решить. Вот, наверное, три ключевых, основных отличия или изменения, которые для меня совершенно очевидны. И мне кажется, что Государственная Дума Седьмого Созыва, конечно, значительно в этом смысле более близко находится к избирателям, чем предыдущие Созывы. И некоторые законопроекты хотелось бы с вами обсудить. Это нашумевшие законопроекты поведения в интернете. Прежде всего, это наказание за фейк-ньюс, и, насколько я знаю, до миллиона рублей, может быть, это наказание. И наказание за оскорбление власти в интернете. Насколько вообще эти законы актуальны? Насколько они реализуемы? Потому что оскорбления власти в интернете обычно до оскорблений скатываются в фейковые аккаунты. Как их выслеживать? Может быть, у наших правоохранительных органов есть механизмы? Но я их пока не представляю. Смотрите, на самом деле, мне кажется, излишний ажиотаж сейчас вокруг этого законопроекта, который в первом чтении принят. Я попробую объяснить его смысл и суть. То есть, информационные пространства, особенно интернет, уже в последнее время, это такое общее место, общая тема. Это уже общественные пространства, в котором рождаются огромное количество слухов, домыслов. И это вроде как ничего. И бог с ним. И абсолютно в духе свободы, так сказать, мнений и так далее. Но никому не приходит в голову в любом общественном пространстве, например, в парке, не соблюдать какого-то нормы... Этики и морали. Нет в коде нашего человека вот такого. А вот в интернете и в принципе в общественном, так сказать, в тоже своего рода общественное пространство нарушаются в принципе все... Но это зона вседозволенности такая. Совершенно верно. И речь-то как раз в этом законопроекте идет ровно о том, чтобы информация, которая загримирована под информационный повод, которая загримирована под новость и которая явно несет заведомо лживый, клеветнический и злоумысловый контекст, была соответствующим образом и оценена. Масса примеров. Например, когда была трагедия в зимней вишни появлялись именно оформленные как новости дезинформация о готовящихся каких-то терактах, повторениях. Совершенно верно. Каких-то атаках и так далее. И все это делается злонамеренно. С целью нагнетания ситуации. Нагнетания ситуации. К сожалению, есть нечистоплотные ваши коллеги, которые за рейтингами гонясь передергивают просто все это. Тем самым ставя на самом деле под угрозу жизнь и здоровье людей. Потому что информационное оружие это самое главное оружие 21 века. Все это прекрасно понимают. И речь идет о неком кодексе, о неком своде норм и правил, который бы по крайней мере немного регламентировал и не позволил вот этой лжи и вот этой черни тиражироваться в геометрической прогрессии. Я вам хочу сказать, что в Германии и во Франции за подобные вещи уже несколько лет как введена уголовная ответственность. Борьба с клеветой, которая тем более ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, на мой взгляд абсолютно здравая история. Что касается механизмов, здесь универсального рецепта нет, он будет нарабатываться практикой, но совершенно точно и мы слушали представителей правоохранительных органов на этот счет. Никто не собирается применять эти нормы огульно и повсеместно. Наоборот, сейчас все, что касается благосферы интернета, требования законодательства, они наоборот снижаются. То есть государству выгодно развитие в принципе этого кластера как такового, информационного и IT как такового. И, конечно, никакой речи о ущемлении свободы слова не идет и идти не может, поверьте. Еще один законопроект. Вот сегодня готовилась к нашей с вами встрече, смотрела интернет, нашла его, показался мне таким достаточно интересным и несколько спорным. Это законопроект аналоги на домашних животных, который сейчас рассматривается в Нижней Палате. Причем речь идет, если это не фейк, то начинает хомячков и заканчивая уже собаками. Вот видите, вот типичный пример. Ну, какие налоги на хомячков? Кто-то вносит, а субъектом законодательной инициативы могут быть и законодательные органы регионов, да, и депутаты из неправящей фракции. Кто-то вносит какой-то подобный закон, и вот это сразу распространяется на всю Государственную Думу, что он чуть ли не готовый его принять. И это рождает вот тот вихрь эмоций и иногда совершенно справедливое недопонимание у читателей, зрителей этой информации. Но стоит чуть-чуть немножко прочитать на двумя абзацами ниже или попытаться погуглить эту информацию и посмотреть другие источники, становится понятно, что это никакой не законопроект, что совершенно он не внесен. Инициатива. никакого отношения к жизни, к реальности, тем более к принятию его он не имеет. чипировать хомячков не будет? Это один из таких примеров. Спасибо за то, что его привели. Конечно, нет. Я знаю, что вы очень открытый человек, у вас аккаунты в Фейсбуке есть, в Твиттере, с вами просто связаться. Первый вопрос, который возникает при вашей нагрузке, аккаунты ведете сами или помощники? И вот эта открытость, это какая-то черта характера или просто выбранное амплуа народного депутата? Исключительно все аккаунты веду сам. Не раз коллеги из партийной пресс-службы говорили, Денис Павлович, давайте пароли передайте мы сами. Считаю, что это неправильно, потому что это прямая связь с жителями, с избирателями. И хочу вам сказать, что не один десяток раз уже получалось решить и личные вопросы. И вопросы, которые через обращение оттуда поступившие в принципе купировали и решали целую большую проблему, которая касается ни одного человека и ни одной семьи. В принципе носит системный характер. Это первое. Второе, это крайне хороший канал коммуникативный для обратной связи. Это и оценка деятельности властей на местах, это и правоприменительная практика по тем или иным законам. Это в принципе общественно политическая ситуация, мнение о которой люди пишут мне и каким-то образом через социальные сети либо через одни или через другие доносят. Поэтому считаю это крайне эффективным и рабочим инструментом. Что касается второй части этого вопроса, у меня все эти соцсети были и до избрания в Государственную Думу, и даже до избрания в городскую Думу Нижнего Новгорода когда-то там еще давно. Поэтому это просто часть жизни, часть информационной и общественной работы, которой я занимаюсь и буду продолжать дальше. Спасибо за ваши ответы. Это был Денис Москвин.